всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале на обзоре моих колод сегодня мы с вами посмотрим колоду которую я купила дата до того момента как пошла обучаться таро это была моя самая первая колода я очень люблю шаманизм я не занимаюсь этим но в прошлых своих воплощениях это был один из моих этапов у меня есть воспоминания об этом и я очень люблю шаманизм но не занимаюсь поэтому первую колоду который я купила когда еще не понимала как вообще происходит обучение и что нужно будет по какой колоде я буду обучаться я купила эту колоду колоду называется таро шамана вы видите конечно же в зеркальном отражении вот такая вот коробочка знаете как ни странно я все колоды держу вот в таких мешочках но они из лена сделаны только для этой такая из велюра да если я правильно говорю материал сделано вот такой мешочек обычная коробочки не держу вот я к чему и внутри мешочка у меня каждому этому называется каждой колоде у меня есть вот такие вот кристаллы камешки это кстати аметист вот который очень созвучен данной колоде да я периодически очищаю вот и таким образом я чистю чищу свои колоды это на вопрос что я может быть энергетически делаю так вот это вот только камешки которые забирают энергию а потом камешки я заряжаю что за колода таро шаманов вот это кстати аркан влюбленных обратная сторона а это десятка кристаллов это подлинник это авалон ло лас карабел лас карабел когда будут колоды как этот реплики да я буду про это говорить но в основном у меня все колоды подлинники значит таро шаманов что здесь написано автор массимильяно филадоро художники если я не ошибаюсь сабрина эриджелло и алисия пасторелло так к этой колоде прежде чем мы перейдем и у меня есть отдельно книжечка ларец из серии ларец как он там называется ларец таро очень интересная обычно я не покупаю книжки я не пользуюсь вообще не пользуюсь книгами таро у меня их две-три всего лишь вот я ищу немножко другой формат углубление второго вот понимание я не считаю по книжкам вот эта книжка она мне очень понравилась в двух словах расскажу о ней здесь значит что есть в начале пишет да и практически так как устроена данная колода это дней есть по каждой карте сначала классическое соответствие до классики колода создана по английской школе школе до райдера ойта общее значение то есть классическое соответствие общее значение каждого аркана ритм он описывает то что профессиональные тарологи называет звучанием карты то есть ассоциация ритуалов он больше для тех кто проводит ритуал ну то есть не шамана потому что автор женщина и она сама является шаманом как карта в раскладе отыгрывается человек то есть сигнификация человека этого аркана обстоятельства микрофончик поправлю обстоятельства перспективы на что выпадает когда выпадает эта карта что означает на семью любовь здоровья совет на на бизнес совет предосторожности в помощь шаману и перевернутое положение дальше что здесь есть ну во-первых про по структуре стихии что масть воды масть кубков здесь изображены как кристаллы масть луков это мечи стихия воздуха масть костей это стихия огня и масть бубнов это земля пентакли фигуры здесь изображены как кланы до написано вот клан воды учат человечество любить семейным ценностям в клан земли например учат человечество практическому применению навыков знаний энергии упорной работе и тому как максимально максимальным удовольствием пользоваться честно заслуженными материальными благами дальше то символы то на что я обращаю всегда в разных колодах таро я ищу эти символы в зависимости от того какая это колода например что означает бабочка да это бессмертие вновь возрожденной души розовая бабочка или мотылек это влюбленная душа и либо чувственная жизнь там стрекоза волк волк это бог танца близкий друг шамана страстный и верный своей паре помощник принадлежит земле является другом мертвых причем вместе с вороном они являются проводниками поэтому у меня в тату вот волк и есть и ворот что значит вете что значит дерево это полноценная жизнь в общем здесь вот такие описания есть их не так много дальше цветовая гамма когда я обучаю таро у меня есть курс в записи я у меня есть документ дополнительной той информации которые я даю это обращение как раз таки на цветовую гамму до например серый это тоска и беспросветная скука данный цвет сигнализирует об усталости души потери си жизненных сил то есть мы на это все обращаем внимание в принципе я так или иначе так изучаю любую колоду таро самостоятельно но здесь вот все написано ну и возьмем вот например аркан силы который не совсем обычный в этой колоде да не как бы девушку которая упрощает льва а как и наоборот человек превращающиеся в медведя и разбивает бубен вот здесь как раз такие пояснения то есть 8 аркан сила энергия классическое соответствие сила то есть классики общее значение этого каркана это страстный напор мощный инстинкт неконтролируемая сила большая энергия ритм это ассоциация то есть духом медведя способен одарить себя сверхъестественной физической силой и знахарской мощью его подопечные могущественные шаманы и колдуны оборотни могут обрастать шерстью при полной луне здесь кстати луна еще изображена ломать преграды кости врагов но иногда не удержавшись задевает и случайных путников дальше ритуал так какой можно провести описание самого человека если выпадает этот аркан обстоятельства перспектива семья любовь и здоровье внимание как рекомендация бизнес совет помощь шаману и в переверто положение все что в принципе я и рассказала мне я когда в принципе я читаю все но вот мне очень откликается ритм прям ну как некая такая символика очень красиво написано ну давайте еще один на к возьмем вот вот какой а вот четверка кристаллов четверка кубков до ритм энергия восстановится если распрощаться с мертвой едой и дурманящими средствами зови или не зови везение подчиняется лишь воле духов то есть просишь ты не просишь я получишь только то что ты должен так это вот про книжку очень интересно и не знаю мне понравилось так для почитания для почитать и расширить итак мы с вами приступаем я так понимаю когда я вниз опуская карта не очень хорошо видны поэтому я буду держать в руках так мне кажется она лучше будет видна эта колода у нее энергия очень мягкая женская энергия я на ней смотрю такое знаете вот все что связано больше с состоянием души такие знаете более приземленные на принципе не рассматриваю приземленные вопросы как бы чтобы я не взяла какую колоду я не взяла все равно ее интерпретирую через себя поэтому везде я найду необходимую мне глубину но вот здесь вот очень мягкие энергии это аркан звезды прям звезда здесь изображена очень такая красивая и шаман вот у нее волосы да как созвездие переходит и шаман встал вот на этот путь до неизвестно куда он вывезет потому что дальше идут горы горы у нас всегда как ассоциация трудности и сложности и вот он даже не смотрят под ноги куда он идет а он идет вот на этот зов да туда куда ведет его звезда очень красивый аркан вот он четверка кристаллов четверка кубков а потом который я только что читала там зови не зови до сил нету здесь мы видим шамана который лежит и другого который проводит ритуал да вот пришли духе он как будто бы просит молит здесь птица изображена как олицетворение души да и духе то есть душа как будто бы покинула здесь человек может быть даже болен вот и все будет зависеть от у духов как они решат но ты имеешь право просить он кстати аркан силы как здесь изображен луна горы здесь еще один медведь то есть в символике медведь медведь это самое сильное мощное животное считается да поэтому она и ассоциировалась вот здесь в аркане силы плюс ко всему медведицы они самые хорошие матери самые заботливые самые преданные медведицы в период когда взращивать свое потомство она очень опасная она очень дикая вот поэтому здесь как ассоциация еще и с нашими инстинктами отшельник отшельник здесь такой очень интересный шаман медитирует его духе прошлого до его предков возможно пришли ему на помощь туз костей туз жезлов здесь он не совсем традиционно здесь изображены кости да как символ череп а почему именно рогатого потому что весна у нас начинается с марта первый знак зодиака у нас овен вот поэтому рогатое такое животное скелет и очень много огня да и здесь при этом листья листья как начало чего-то нового зарождения очень много огня этот аркан у меня всегда выпадает на какой-то вот конфликтность на какую-то огненность присыщение энергии шестерка кристаллов здесь мы видим значит человека разбитое зеркало да и потом смотрит свое отражение и он хочет склеить из осколков разломавшихся зеркало как то склеить до воедино ну вот чтобы воссоединиться как-то с тем своим прошлым но уже это невозможно перемены произошли и вот здесь вот дух он уходит в виде гепарда если правильно говорю четверка бубнов четверка педагли в принципе достаточно такая традиционной когда человек сидит и обнимает свои бубны королева кристаллов да то есть королева кубков здесь она такая вот очень красиво очень женственная как коралл она держит свой посох вот рыбки золотые императрица здесь вот в таком формате очень такая красивая я помню я ее рисовала потому что раньше я занималась рисованием и вот если вы смотрите некоторые расклады у меня на стене затем и картины видны с монастырем будущих раскладах посмотрите символика волка причем здесь волчица арктическая волчица поэтому она белая краснокнижники до арктические волки и канадские волки на все краснокнижные животные здесь она прям такая красивая возносит руки наверх а огненные такие оранжевые волосы да вообще волосы как символ такой знаете красоты причем распущенные как правило волосы это вот такой знаете свободной свободной женщины потому что если я не ошибаюсь хотя я могу и ошибаться да когда сплетены в косу нет и наоборот замужняя женщина имеет право распускать волосы собранные в косу это девушки молодые такой невинны вот здесь значит мы видим змею да как символ мудрости чашу из которой здесь украшения выхода наполнены цапля как символ и либо это аист не скорее всего все-таки цапля потому что аист по моему черные здесь крылья ну как символ того деторождения да и вот свет прям очень очень красивая карта верховная жрица сидит значит она в своей бамбуковой вот этой называется помещение да не знаю как это называется ну как палатка здесь у нее значит ступа вот поза такая да как умператора да очень напоминающую четверку как уверенность мудрая в руке она держит свой шаманский какой-то жезл и и сзади на заднем плане у нее значит космос она может соединяться в экстазе с с тайными знаниями туз пендаклей туз бубанов семерка луков здесь семерка луков имеет как семерка мечей на луке а имеет следующие значит вам не отсвечивать следующий такой смысл до парит человек в небесах собирается здесь гроза вот где-то она уже молния было и вот эти вот животные очень медлительные здесь птицы то есть суть этого аркада заключается в том что мы убегаем в некое такое парень и дав какие-то свои иллюзии при условии того что нам надо решать какую-то задачу на что все-таки гроза надо как-то скрыться но мы не не занимаемся тем делом которое нужно мы убегаем в какие-то свои иллюзии придумываем себе суету занимаемся тем чем не нужно здесь мы видим очень много желтого цвета желтый цвет это всегда отсылка к интеллекту поэтому здесь мечи вот такой аркан справедливости да то есть женщина в маске вот здесь тоже духе маски она держит весы очень мне нравится четверка костей это в классике четверка жезлов когда все идут в одном направлении девушка разворачивается по зову своего сердца здесь мы видим бабочки до красный красный это как активность бабочки как перерождение и она идет по зову сердца то есть она идет против того направления в котором идут все люди здесь это у нас значит я буду говорить как в классике рыцари квиндаклей очень интересный белый бык он прям так символ как божество девушка его оседлала и вот здесь вот идет его семя то есть он бежит и осеменяет почву да то есть для того чтобы она была такая плодородная для того чтобы она была изобильная луна орган умеренности очень люблю очень красивая такая карта прямо на передает вот это наслаждение да когда девушка погружается воду но здесь есть человек который за ней наблюдает им такое состояние обалденное передается это рыцарь рыцарь кубков рыцарь кристаллов рыцарь кубков да когда девушка на дельфине погружается воды воды нашего до условно говоря бессознательного то есть погрузиться в окунуться в новый какой-то опыт четверка луков четверка мечей здесь опять-таки больной человек лежит в некой такой агонии духе прошлого пришли его навестить есть поддержка вот у него левая рука горит левая это значит рука бессознательного и левая рука у нас пассивная она принимающая вот он как будто бы из прошлого до причем это левое это прошлое принимает что-то из своего прошлого и часам болезнях когда это этот аркан выпадает у меня в раскладах у меня прямо начинается головные боли я очень вообще я все арканы чувствую через пропускаю через себя через тело его здесь вот иногда но участном пример у меня горит очень сильно позвоночник аркан шута в полном доверии колотушка которая вызывающая шумы здесь пес как верный друг он придерживает да как у меня это как понимание совести разума которая все-таки должна включаться но аркан шута находится в полном доверии я готовлю сейчас курс мифология 2 и вот первый аркан нулевой шон в мифологии идет как ассоциация бога виноделия диониса и казалось бы какая связь но когда узнаешь миф и то кем действительно являлся дионис вот помимо виноделия дату тогда начинается вот точное понимание да почему шут именно находится в полном доверии аркан солнца танцует здесь шамана это паш кристаллов он сфокусирован на бусах и не обращает внимание на те кристаллы которые падают то есть смотрим на какую-то мелочь когда можно обратить внимание на что-то больше тройка луков тройка мечей здесь она очень интересно изображена лилия да как чистота как символ чистоты сердца да здесь идет отсылка к желанию которую хочет получить человек он просит он молится он сфокусирован на этом желании но не обращает внимание что дух который пришел за его спиной он уже принес реализацию того что он хочет но настолько сконцентрирован человек на своей боли на одержим своим желанием что он не видя что то что ему уже нужно уже есть мы нужно просто развернуться обратить внимание на этого духа который принес ему то что ему необходимо пятерка мечей аркан поиска духовного поиска определения здесь мы видим человека который видит свое собственное отражение в витринах по разному под разным углом поиск духовного пути здесь поэтому аркану и мы видим обувь но она абсолютно разное нету пары то есть человек не может определиться со своим выбором это рыцарь мечей такая очень страстная огненная даже не огненная а как этот в ярости хочется сказать амазонку которая развивается волосы опять-таки желтая да как интеллект она сидит на орле вот и у нее в руках мечи и она стремится куда-то вперед в полет девятка бубонов взятка педаклей удовольствие до наслаждение все в твоих руках семерка кристаллов семерка кубков здесь значит шаман испугался этой звезды на змеи змея как мудрость да как возможности своих возможностей который открывается перед ним девятка кубков девятка кристаллы да мы видим человека который парит в воздухе в состоянии медитации наслаждения удовольствием двойка кубков двойка кристаллов здесь вообще обалденная очень красивая гармоничная женщина в полном доверии к ней мужчины и она его лечит кристалла причем кристаллы выложена видео спирали на разворачиваются от солнечного сплетения и по кругу в полном доверии аркан дружбой экран аркана исцеления любви гармонии очень красиво девятка костей девятка мечей страхи здесь аркан говорит о том что человек убегающий от духа на самом деле это дух ему идет во благо потому что вот в этой на этой дороге да он как будто бы испугался духа до этого страха и он убегает на самом деле его враги не это дух а вот эти вот гепарды которые готовы на него были наброситься и поймать его как добычу но из-за того что он бежит от страха то есть вот этот страх по сути ему во благо он спас ему жизнь но здесь такой смысл паш мечей по жезлов а его паши же напашь мечей пашка стей говорит здесь нет по жезлу а здесь тогда получается девятка жезла о чем говорит о том что здесь человек наделен уже опытом знаниями но он не уверен на своем пути 20 аркан высшего суда шестерка мечей человек идет в будущее на семерка педакли семерка бубнов то есть в ожидании девушка танцует с птицами да здесь семь птиц семь уровней духовного развития вот она находится в этом танце колесо фортуны двойка жезлов человек идет навстречу к самому себе здесь вот стрекозы как состояние души и лицетворения души аркан мира ура бороз да то есть ней который кусает свой хвост и появляется это вот цикличность аркан мира фанта тушь луков тушь мечей нацеленность аркан мага девятка луков девятка мечей помощь на которой мы не берем рыцарь рыцарь костей рыцарь жезлов на на змея на мудрости маленький ребенок очень рискует двойка пендаклей двойка бубнов когда мы находимся в гармонии но при этом здесь мы обращаем внимание что окно закрыто у нас нету контакта с внешним миром все здесь заросло хоть и в цветах вот но мы как будто бы не слышим у нас нет контакта с внешним миром здесь у нас ухо изображено вот если вы присмотритесь очень важно в колодок всегда присматриваться к деталям да то есть как будто бы не слышим в чем здесь еще магнитофон да мы не слышим мы не слышим себя и у нас нету связи мы не находимся в балансе дамы погрузились внутрь себя там очень красиво но контакт с внешним миром нет поэтому не может быть баланс шестерка бубна штурка педакли каждый играет свою музыку двойка луков двойка мечей вот этот вот весь старый хлам от которого нужно избавиться но мы как бы там некомфортно было мы все равно остаемся на своем месте сидим ничего не делаем но при этом есть очень общая око которая за нами наблюдая да мы не можем скрыться аркан влюбленных есть нечто большее здесь змея которая связывает есть нечто большее между двух людей что их связывает королева жезлов король кубка посмотрите какой красивый здесь мужчина который умеет управлять он он плывет на черепахи мудрость время он никуда не торопится да потому что кубки у нас всегда за прошлое отвечает время он он приведет по реке жизни мудрости в понимании гармонии тройка жезлов тройка костей мы хотим заглянуть в будущее что там есть до в свое развитие мы поднимаемся по мере возможности что то есть в этом новом нам любопытно заглянуть тройка педаклей тройка бубенов на нам здесь он на голове сидит очень спокойный ум и он играет здесь человек играет в бубен вот и ираки они как будто бы пятится назад надо успокоить успокоить свой ум император шаман аркан повешено страстная красная луна человек сам себя наказал а это воры которые собрались и и курят трубку мира вот поймали значит человека который не выполнил свой долг и таким образом они его наказывают пятерка костей пятерка жестов здесь у нас шаман ловец духов он поймал маленькие духи на вот то что ему известны знакомы но вдруг появились он вырос и на новом уровне появились новые новые духи они намного сильнее и он боится здесь страх перед чем-то новым он боится связаться с другими духами потому что он не знает он привык только к тем что он привык ловить десятка десятка жезлов хитрый ход в развитии на человек продумывает как он может решить свою задачу королева мечей король жезлов хозяин племени да как вождь забыла вождь племени который сидит на крокодиле кротик крокодил в данном случае как животные инстинкты которые умеют управлять да он тоже плывет вождь десятка здесь мечей рушатся идеалы человек падает да вот с этой лестнице почему идеал потому что здесь глава взрыв крушение идеалов паш пендаклей десятка кубков передающих как раз как то чтобы на коробочке передающая опыт туз кубков посмотрите какой красивый туз кристаллов шестерка жезлов королева пентаклей пятерка кубков смотрите здесь человек идет он погружен в свои какие-то мысли в свою какую-то боль и вот это его более здесь это его сердце да ему дух показывает что твое сердце замерзло и она же хочет каких-то перемены тебе надо чтобы она растаяла но ты его не слышишь и за ним люди идут то есть он похож как все как все стал а паш мечей семерка мечей восьмерка ты на к башня десятка пендаклей я говорю по традиции чтобы вам было понятно двойка мечей дьявол здесь смотрите с масками одевает любую маску играет с куклами с людьми тройка кубков разные религии разные люди которые должны договориться король пендаклей как бык с головой быка как плодородия восьмерка жезлов развитие видите как человек тянется кверху а здесь есть духи виде инопланетян как развитие орган смерти человека с погремушками отгоняет с колокольчиками здесь отгоняет злых духов для чего для того чтобы пройти трансформацию он танцует он должен избавиться от всего лишнего для того чтобы потом пройти вот в этот портал до зайти и очиститься то есть совершить некий такой переход а здесь этот портал он виде двух голов двойственность да то есть человек так должен очиститься его душа такая чистая должна бы чтобы пройти в дырочку от иглы на ушка иглы то есть настолько чистая поэтому здесь вот этот портал как ушка игры пятерка педагоги когда мы теряем абсолютно все свои способности свои навыки абсолютно все что у нас есть и духе над нами подсмеивается восьмерка кубков здесь у нас значит него него не уход а здесь мы видим то что у нас а нет значит как это статуя до виде фонтан у нас очень много стрекоз стрекоза здесь идет как ассоциация души переживания да опять таки видите в виде лилии сердце переживания об утраченных своих каких-то мечтах фантазиях то что невозможно реализоваться что не может реализоваться колесница вот такая и последняя карта восьмерка мечей восьмерка буков когда человек настолько потерял себя на своем духовном пути вот его душа но он успел последний момент призвать шамана для того чтобы тот его спас и вывел на на путь верный вот такая колода конечно же они можно говорить намного больше я в принципе старалась достаточно быстро рассказать без углубления но любая колода какой бы вы не взяли для ее изучения я уже сказал мы обращаем внимание на символы на цвета безусловно на энергетику прям пропускаем каждую колоду через себя смотрим какие части тела откликаются какие ассоциации появляются ну вот таким образом я взаимодействую с колодой вот это была моя самая первая колода которую я приобрела прощаюсь с вами до следующих обзоров всем пока пока